Здарова! Вышли официальные рейтинги игроков FIFA 17 и так же как и в прошлом году я сделаю мини-обзор и скажу свое мнение по этому поводу. Поехали! Ну че, далее Давид Алаба, или Алаба, как вам угодно, у которого была карточка 85, а теперь уже 87. Пиздец, она такая классная! Просто посмотрите на эти статы, ему бы два информа и защитник со статами 80 плюс. Такой Мигель Лаюн будет в FIFA 17. Единственный минус у этой карточки, вернее не минус, а просто вот то, чего не хватает. Это скиллус 4 звезды. Если бы она была 4-4, то это был бы просто шик, просто класс! Карточка просто выглядит бомбезно! 83 дриблинг для защитника, это просто класс! Единственное, что еще, кстати, воркрейты хай в атаку, то есть он, в принципе, будет где-то там впереди тусить, а назад не особо возвращаться, поэтому лучше использовать каких-нибудь хороших еще защитников в центре. С воркрейтами хай в защиту. А так, а так, а так, апгрейд абсолютно заслуженный, классный сезон провел Давид. Далее. Легенда Баварии Мац Хумельц, который в этот раз одно окно вернулся в родную команду. У него была карточка 86, и у него он получил 87. Я не часто видел игру Хумельца в этом сезоне. Единственное, что я его видел, это когда он, когда Баруси играл с Ливерпулем, он в первой игре забил, а во второй дал голевую на Ройса через почти всю защиту. Собственно говоря, у Ливерпуля защиту пройти не так уж и сложно. Ну, а собственно говоря, сезон он провел отличнейший, то есть как бы выше, чем предыдущий, и апгрейд абсолютно заслуженный. А теперь, внимание! Самир Ханданович, рейтинг 87. На самом деле, многие скажут, типа, что за херня? Вверх 16 у него был рейтинг 84, но с этим рейтингом я абсолютно согласен, понимаете? Этот голокипер не распиарен, как, например, тот же Дехея или тот же Обл, который еще будет, кстати, впереди. И этот голокипер на него не так дрочит, как, например, на того же Буфона, на Нойера. Но при этом этот голокипер является одним из лучших в мире, то есть как бы его просто не замечают. А на самом деле это супер голокипер. У него невъебительная реакция, у него отличный выбор позиций, и если я не ошибаюсь, то это лучший сейчас на данный момент голокипер в мире по отраженному пенальти. Отраженные пенальти, это, блин, это очень много для команды делают, поэтому рейтинг 87 абсолютно, как по мне, заслуженный у Самира Хандановича. Ну что же, далее у нас Анхель Ди Мария, рейтинг 87. Его апгрейднули на плюс 1, Ди Мария провел, в принципе, неплохой сезон после переезда из АПЛ вновь. В немного слабую лигу, ну что, немного вообще в слабую лигу, и в команду с Иброй, в команду, вернее, в чемпионах, где только одна команда играет, по сути. И Ди Мария там раздавал, назабивал. Собственно говоря, шикарный сезон для него получился, поэтому апгрейд абсолютно заслуженный. Далее Леонардо Бануччи, вот это вообще супер. 83 рейтинг у него был в фифе 16, поэтому же у него будет 87. Ебать, это просто, блядь, они из Киеллини будут машина, просто центральная зона Ювентуса уже давно, ну Ювентуса и сборная Италии уже давно просто является какой-то непроходимой стеной. А в итоге Бануччи провел шикарное Евро, шикарный сезон в Ювентусе. Хоть и не прошли они Баварину, но они были очень близки к этому. Очередной раз чемпион, очередной раз Кубок Италии выиграли и неплохо поиграл за Италию на Евро. Он даже немцам забил в пенальти, не помню уже. Собственно говоря, апгрейд абсолютно заслуженный, Бануччи уже давно заслуживает высокого рейтинга. А Иван Ракитич рейтинг 87. Это мы уже давно знаем, что Иван Ракитич стал основополагающим игроком в Барселоне. У него был рейтинг 84 в начальной фифе, 16-й, а сейчас у него будет рейтинг 87. Собственно говоря, он с Инестой Бускетцем определяет сейчас центр поля Барселоны. И действительно вырос с сумасшедшего игрока. Классный сезон, чемпион Испании, все супер у него. И, собственно говоря, апгрейд абсолютно заслуженный. Далее, вот тут добрый вечер, Ян Облак. Ё-моё, 87, ну куда ей, ну за что? За что 87? Я понимаю, голкипер действительно неплохой, голкипер действительно талантлив. У него 81 был в предыдущей фифе, а в этой 87. Бля, я понимаю, что лучший голкипер этого сезона по процентам отбитых мячей, может, по пропущенным мячам. Ну, бля, ну с обороны Атлетик, даже Вася Пупкин будет много на ноль играть, вы понимаете? Вот игры, когда я видел действительно Облако, он, да, он был хорош. Как бы, тоже Лига Чемпионов против Баварии и против Барселоны, он действительно там точил. Но, блин, ну не 87, это возможный игрок одного сезона. Не в плане, что он сейчас дуется, а в плане, что он может не показать такого же в этом сезоне, как в предыдущем. То есть, я вот, честно, абсолютно против такого апгрейда. Я, ну ладно, 84-85, ну никак не 87. Далее, всеми любимый Алексис и его карточка 87, апгрейд на плюс 1. Собственно говоря, у Алексиса неплохой сезон был, получился не такой, как первый в арсенале. Не так много забивал, но, в принципе, играл полезно для команды и открыт, как по мне, абсолютно заслуженный. Далее у нас Томас Мюллер, который получил ничего не получил. У него был рейтинг 87, у него остался рейтинг... А, нет, извините, у него был рейтинг 86, и у него теперь рейтинг 87. Собственно говоря, давно этот, какого, Мюллер играет уже на такой рейтинг. И поэтому, мне кажется, вообще один из самых недооцененных игроков в этом мире. Скилл Моуды, 3 звезды, вот это жалко, а так могло бы быть. 4 звезды его бы юзали шикарно. Кстати, позиция CF, самое оно, потому что в предыдущем у него была позиция РМ или РВ, там, рейтингер. Вот, то есть его, в принципе, тоже как та же позиция с силой, та же, тот же. Пое его на фланге бы никто не юзал, а вот здесь CF переделать в сам и будет все просто шикарно. Ну и завершающий игрок у нас, это Юго Лорис, голкипер Тоттенхэма, у которого была карточка 84, если я не ошибаюсь, или 85, а стало 88. Шикарнейший просто сезон он провел в Тоттенхэме, едва, едва не стал чемпионом. Неплохое евро, провел пару таких суперсейов, сделал, правда не вытащил удары Дэра, но это ладно. И, собственно говоря, апгрейд 88, как по мне, абсолютно заслуженный.